Мы также и встаем. Встаем, встаем, встаем. Здесь делаем движение резкое. Штанга идет вдоль туловища и заводим ее. Скажите, то, о чем вы просили, это как сказывается перерыв в тренировках, рассмотрим не длительный 2-3 месяца, а в пределах месяца. Рассмотрим два упражнения. Рывковая протяжка и протяжка всей этой рывковой. И потом я приготовил то, что вы давно хотели. Это как сказывается отдых на физической форме. Рывковая протяжка – это дополнительное упражнение. И как любое дополнительное упражнение, оно направлено на улучшение техники рывковой или толчковой. В данном случае рывковая протяжка – значит улучшение рывковой техники. А вы, в частности, обсуждали такие вопросы, как выполняется рывковая протяжка разными способами. Некоторые ее выполняют, делают наклон. Выполняют ее чисто физически. Взять того же Вазген. Делают наклон. Поднимается еле-еле. Потом работает спина и идут руки. То есть нет никакой взаимосвязи. Пользы никакой нету классическому упражнению. Сейчас новомодное стало. Это поднимают до груди, проворачивают и жмут. То есть я бы это назвал рывковая протяжка с жимом. Протяжку делают еще с вставанием на носки. То есть делают протяжку, встают на носки и потом, когда при фиксации, еще и опускаются. То есть делают дополнительную помощь себе. Когда-нибудь мы увидим, когда кто-нибудь сделает еще и вот так. Будет делать протяжку. То есть появляются все разные-разные виды протяжки, а смысл теряется, пропадает. То есть появляются какие-то дополнительные действия, которые увеличат вес штанги, а пользу несут незначительную. А рывковая протяжка, базовая рывковая протяжка, которую я сейчас покажу, объясню, как надо выполнить. Она для новичков используется 40-45% от лучшего результата. Для квалифицированных спортсменов 50-55% от лучшего результата. А когда посмотришь видео, поднимает по 100-120 килограмм. Причем вот таким способом, как я объяснил. Вот в рывке у нас идет съем. Мы снимаем с помоста штангу, начинаем ее разгонять. То есть мы здесь активно работаем. А после подрыва мы должны выпрямиться резко. Резко выпрямиться ногами. Сделать вот это движение. Встать на носки. И вот протяжка как раз, она развивает именно эти движения. То есть мы должны не спиной, не руками поднимать. А вот именно, должно быть направлено именно на первую часть. То есть делаем как можно активно, делаем съем ногами. Она летит и дальше вставаем ее руками. Вот в чем смысл. Почему не встаем на носки? Потому что носки, вставая на носки, это как еще одно дополнительное движение, которое, когда мы начинаем увеличивать вес на штанге, то спортсмен начинает думать не о том, чтобы работать именно ногами. Он начинает уходить в сторону работы голени. То есть он поднимает штангу за счет вставания на носки. То есть он поднимает здесь, а потом просто раз, делает вот это движение. Раз, подкинул носками. Это ошибка. Когда мы принимаем исходное положение, мы принимаем ее как для рывка. И когда встаем со штангой, мы угол спины не меняем. То есть мы не наклоняемся, как вот я постоянно с возгином борюсь. Он медленно встает, делает наглом, а потом раз, макс спиной и тач. Мы, если приняли вот исходное положение свое, мы также и встаем. Встаем, встаем, встаем. Здесь делаем движение резкое. Штанга идет вдоль туловища. И заводим ее. Показываем. Показываю с палочкой, как нужно поднимать. Начинаем движение. Поднимаем ногами. Стоим на полной стопе. До колен. Руки прямые. Дальше штанга идет по прямой. Ноги упрямляются до конца. И только после этого идут руки. Идут руки сгибаться. Локти сгибаем. Смотрят вверх. Не так вот, как некоторые, когда берут на грудь. А вверх. И дальше штангу сопровождаем вот так же вверх. Особое внимание нужно уделить именно связке, работу ног, а потом только руки. Потому что некоторые сгибают уже вот в этом положении. Руки начинают сгибать уже вот так и тащить. Нужно сначала поднять ногами до конца. А потом оп. И дальше движение сопровождается руками. Чтобы не было ни остановок, ни замедления. А наоборот на ускорение. После того, как выпрямили ноги и начинаем сопровождать штангу руками. Штангу прижимаем как можно ближе к туловищу. Локти смотрят вверх. Штанга вдоль туловища. Не так поднимаем. Не на прямых руках. А поднимаем вот так вдоль туловища. И вот в этом положении только. Локти остаются на месте. А штангу продолжаем поднимать вверх. Ничего, нормально. Второе упражнение. Рывковый протяжка все. Давай я сначала покажу. А потом уже объясню. Что развивает это упражнение? Оно еще более приближено к рывку классическому. То есть мы выполняем полностью движение рывка. Но не делаем подрыв. То есть исключая подрыв, мы заставляем по-другому акцентировать внимание на остальных фазах и звеньях. Не делая подрыв, мы исключаем отталкивание во время подрыва. То есть штанга тут хочешь не хочешь, она не пойдет по дуге. У нас штанга двигается четко вверх. Если мы посмотрим заметные видео, вот ты, например, когда делаешь, у тебя штанга здесь проходит, прямо возле груди. То есть нет вот этого, знаешь, когда подрыв делаешь, вот так там по дуге идут. Она идет четко вдоль туловища. Идет сьем ногами. Идет сьем ногами разгон. Дальше, ну, активный разгон до колен. Дальше идет сопровождение, активное сопровождение руками, и мы уходим все. И здесь ее подхватываем. Ошибка заключается в чем? Некоторые выполняют ее как физическое упражнение. То есть они не делают вот этот уход. Они просто выпрямляются, тащат руками, практически чуть ли не в стойку ловят и садятся. А здесь смысл в том, что нужно это упражнение, оно позволяет освобождаться. Когда мы делаем рывок классический, после подрыва мы должны освободиться от штанги и все ее уже поймать. Вы вот частенько обсуждаете, когда там некоторые на соревнованиях задержку делают в подрыве. Некоторые просто задержку делают после самого подрыва. Прямо акцентируют на эту задержку, вот в этом положении. А тут как раз не должно быть ни остановок. И это упражнение позволяет именно сделать активные движения и уход. То есть ты включаешь в работу все свои мышцы на подъем и переключаешь их на освобождение, то есть на уход в сед. То есть получается вот это отрабатывание нервно-мышечной регуляции. И так же покажу с палочкой протяжку с рукой на сед. Ноги ставим чуть шире для седа. По сравнению с протяжкой нам не нужно выпрямляться полностью со штангой. Здесь основная работа идет до колен. Делаем подъем до колена. Дальше штанга двигается по инверции. Вот, отсюда подняли до колена. Дальше мы должны уже переключать мышцы на ног на сгибание. Штанга по инерции двигается вверх. Мы активно сопровождаем ее руками. И здесь уже фиксируем в седе. Какие ощущения испытывает спортсмен при подъеме? Он когда делает подъем до колена, дальше ему нужно в голове уже прокручивать, что сейчас нужно после колена начать активно опускаться вниз. И в этот момент, во время переключения, у него здесь еще идет момент подъема, и потом он только начинает уходить активно вниз. Чтобы не получилось, что штанга поднимается чисто силой рук, ощущение должно быть такое, как будто штанга привязана у вас к рукам, и вам нужно ее за счет усилий ног постараться подбросить как можно сильнее, и на ту высоту, в которой она вылетит, подхватить ее внизу. Ощущение должно быть какое? В голове. Когда? Нет, в рывке у меня получается. У нас толчки нет. Освобождение? Ну, тем же упражнением. Протяжка на грудь. Ну, я и делаю, наверное, рывок так. Потом у меня получается, а толчки нет. Ну, может быть. Тут, может быть, одно с другим взаимосвязано, но это не факт, что это будет все время. Отрабатывая, 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 взять того же Даниона. Сколько мы на технику не работали, вот, зимой, перед тренировкой, грубо говоря, весь труд шел как по чайной ложке, прогресс. Стоило ему сейчас, вот, когда вот, в мае, начать ходить специально на тренировки, на технику, сразу у него прогресс прошел. Живой пример соревнования в Подольске и соревнования в Клину. В Подольске он показал, я уже сто раз вам рассказывал, показал все ошибки, которые возможны были. А когда протяжку делал, я не на носки иногда, а на пятки встал. То есть вот так вот? Да. Ну, надо... Возможно, ты встаешь на пятки, когда ты сделал вот это движение, тебя потащило, ты руками вот так вот взорил. Вот после подрыва, ну, вот этого вот места, прогибаешь и на пятки. Ну, надо не прогибаться, надо не вот так прогибаться, а вверх. Как вот я все время говорю. Может быть, возможно, нужно брать не 45%, как мы берем, а 40%. Чтобы ты не 30 кг поднимал, а 25. Чтобы, понимаешь, в рывку... Дополнительные упражнения, они не всегда должны быть тяжелыми. И это не всегда должно быть как в рывке, как в толчке. Чем выше, чем больше ты поднимаешь, тем больше идет там наработка, прогресс. Дополнительные упражнения, они вот как раз и развивают именно те качества, взрывные, скоростные. И вес тут не имеет значения. Возможно, ты должен... Не то, что я не должен. Есть упражнения, которые ты не должен напрягаться. Ты просто их должен выполнять для того, чтобы нарабатывать. Например, взять те же прыжки. Ты же после прыжков не устаешь так, как там от рывка классического или от приседаний, правильно? Но зато прыжки, они развивают взрывную силу, взрывные усилия. То же самое и в некоторых дополнительных упражнениях, где правильно ставя акцент, можно развивать именно те движения, которые мы не можем прокатурировать в рывке. Правильно? Вот здесь вот, вот эту работу ногами. Это момент подрыва. Здесь уже неосознанно происходит движение. Если мы будем его контролировать мозгами, мы не сможем, мы не дадим возможности работать мышцам. Потому что они наработаны вот это вот. Напряжение и сокращение в определенные промежутки времени через определенные секунды, доли секунды. Это мы и нарабатываем. На автоматизм. Ну да, получается автоматизм. И, кстати, вот рывковая протяжка в сет, она отрабатывает что? То есть мы, принимая исходное положение, и садимся в это же положение. То есть мы штангу прижимаем максимально к туловищу, четко должны поднять ее вверх. И правильно выполняя это упражнение, мы нарабатываем вот это движение. Четко вверх. Бам-бам-бам. Потому что, делая там, ну, когда делаем подрыв, например, взять того же Данила, он раз, смещается назад. То есть у него уже, он мало того, делает мах спиной, получается дуга, и он еще отпрыгивает. То есть получается он в конце дуги ловит. Но это же неправильно. И это получается, что он не может, он не сможет оценить, допустим, на тех же соревнованиях, как полетит у него 113 килограмм. Как надо вложиться. А тут у тебя получается, когда ты поднимаешь четко вверх, у тебя получается, что, ну, это и дураку будет понятно, что, идя четко вверх, у тебя больше шансов там ее удержать. Если она там будет у тебя в серебре по дуге летать. Насколько ты там каждый раз будешь отпрыгивать. То ли ты вот настолько отпрыгнешь, то и вот настолько назад отпрыгнешь. Правильно? Ты же не можешь это поконтавливать. Взять того же возги, но он вперед прыгает. Вот казалось бы, одно и то же движение, одинаково ребята поднимают там, углы вроде бы держат, подрыв держат. А вот один прыгает вперед, а другой назад. Ты вот никуда не прыгаешь. Но у тебя тоже, видишь, у тебя есть такой вот недочет. Ты во время подрыва, я тебе уже рассказывал, встаешь на носки и просто возвращаешь себя в это же положение. А нужно вставать на носки и делать разброс. Делать разброс и сокращать ноги. Так будет активнее уход в сет. Ну и освобождайся в станке. Ну я не про это освобождение не говорю, я тебе про ноги. Ты когда сделал подрыв, освобождаешься, ты себя от туловища, себя раз, сюда загнал. А нужно вот, ты сделал, взял на грудь, с разбросом. Так будет и правильнее, и эффективнее. Я, конечно, не могу тебе сказать, что это зависит, от этого зависят твои результаты, в толчки. Но тут зависит, там зависит, здесь зависит. Вот это все стереть, убрать, и у тебя раз, четко все будет получаться. Еще плохая фигня у тебя, то, что ты берешь на грудь, раз, и вот так ноги у тебя завариваются. Причем на максимальных весах, на 90%. В 90% и выше. Все упражнения мы с тобой попробовали, какие есть в тяжелом атлетике. Единственное, надо попробовать, я вот все жду, когда в кланах появится, там, взятие на грудь. Надо попробовать взятие на грудь с плентов, где ты не думаешь о подъеме, а думаешь об уходе. То есть штанга у тебя стоит на уровне колена или выше. И ты просто делаешь подрыв, попадаешь, отрабатываешь чисто, ну, подрыв и все творишь. Вот это надо поделать. Причем на много раз. Что там толчу? Толкаешь на 10, то это нам лучше. Поднимаешь хорошо, супер. Но, во время твоего подъема... Ну, есть работа ногами там, да? И работа руками. Работа руками у тебя больше, чем надо. Грубо говоря. Ты делаешь ее ногами, дальше тянешь вот сюда, а потом делаешь уход. Вот ты можешь как бы подбрасывать ее и меньше работать руками. То есть делаешь ее... Оп! Ушел. Сейчас сошлай, покажу. Да. Поехали. Вpak. Поехали. Очень. Впереди法. Наклон делаешь уже. Смотри, ты 30 кг хорошо поднимал, а вот 35 кг у тебя начинается, ты задираешь таз и потом получается у тебя все остальные движения, ты делаешь спину. А именно в этом упражнении ты должен сохранять угол спины и поднимаешь только ногами, а здесь только руками. Спина немножко выпрямится в самом конце. Но ты этого не должен заметить, потому что у нас же нет подрыва, нет вытягивания вверх. Ты просто проскакиваешь этот момент, не замечая выпрямление своего. Поэтому старайся спину все время держать под тем же углом, как на старте. не задирай таз. Лучше уже. Ага. Меня вот один раз спросили в интернете, как ноги ставить при посыле с груди. широко или узко. Ноги в какой степени правильно. Но надо исходить из основы. То есть надо, прежде всего, научиться делать правильно, а потом уже подбирать, что вам удобно. взять вот того же тарактия. Он берет широко, ноги причем не меняет, так же широко стоит. И так же делает швом. То есть у него расстановка ног очень широкая. Но это индивидуальный, что можно сказать олимпийскому чемпиону, правильно? Раз чемпион олимпийский. Это единичный случай. А в основном надо, ты взял на грудь. Ну, когда берешь на грудь, у нас ноги расставлены широко. Встаем. Не надо ноги так оставлять. В такой же широкой стойке. Делаем. Либо одну ногу приставляем, либо просто. Делаем на ширину плеч ноги. Носки у нас развернуты, так же как и стояли. И делаем подсед. Колени тоже разворачиваем в сторону носков. Вот это будет правильное движение. Не надо ни узко делать, ни так широко оставлять. Потому что, ставя ноги, оставляя широко, у нас работает вот эта часть ног. Вот это исключается. Они, да, они работают. В любом случае ноги работают. Но работают не в полную силу. То же самое при устойке постановки. Ну и все. Переходим к теоретической части. Я подготовил материал, который давно уже готов на сайте Мир тяжелой атлетики. Короче, то, о чем вы просили. Это как сказывается перерыв в тренировках. Рассмотрим не длительный, два-три месяца, а в пределах месяца. Я зачитаю, чтобы не своими словами. Потому что своими словами, если я тебе скажу, Вова, тебе не надо ничего делать, отдыхать. И ты же будешь лежать три недели. Но это не совсем правильно. Я сейчас прочитаю, и ты сам поймешь. И я буду объяснять. Главный вопрос, который волнует обычного спортсмена, как скажется перерыв в тренировках, на спортивном мастерстве, силе и выносливости. Надо признаться, ответ здесь неутешительный. Но ты не пугайся. Даже мощно подготовленные атлеты без тренировок растрачивают свою силу. Например, пловцы после четырех недель простоя теряют 14% от максимальной силы рук. Ну, грубо говоря, силовых. А у марафонцев через 15 дней после прекращения тренировок на 25% снижается выносливость. Но нам это не нужно. В какой-то степени. Короче говоря, потерь не избежать. Но точно измерить масштаб этих потерь практически невозможно. Потому что надо учесть массу индивидуальных факторов. И это очень важно. Физическую форму, опыт, интенсивность тренинга до перерыва, подбор упражнений и так далее. То есть понял ты, в чем суть? Потери во время отдыха зависят от того, как ты пропахал до него. Отсюда вывод относительно тебя? Ну, чем больше пропахал, тем больше потерял. Да ты что? Наоборот. Чем больше ты грузанулся и потом ты отдыхаешь, тем меньше у тебя будут потерь. Потому что пока идет восстановление, супер компенсация, пока это все, грубо говоря, умрет. Взять того же Вазген. Тренируешь вот так вот, прекратя тренировки в августе, он сдуется еще сильнее. Я вот к чему. То есть то, чем ты сейчас занимаешься, ты сейчас находишься в пике своей тренировочной деятельности. То есть у тебя нет ничего отстающего, ну, кроме толчка, взятия на груз. Я имею в виду, это твоя особенность Валы. Тебе надо просто пережить. Придет время, сейчас переходный возраст, немножко прибавишь, все надо нормализовать. Однако свести потери до минимума все-таки возможно. Для этого надо не сидеть синим, а что-нибудь делать. Вот тебе поступили нет. Я отжался пять раз, что-то мне надоело, и я стал дальше смотреть телевидение. Допустим, вы временно не можете качать железо. Ну так займитесь чем-то другим. Ходьбой, велосипедами, прогулками, спортивная площадка. Пусть это облегченный вариант физической нагрузки. Это просто облегченный вариант. То есть не нужно думать о том, что зачем мне ходьба, зачем мне велосипед. Это же к тяжелоатлетике никакого отношения не имеет. Тут имеется в виду то, что напрягаются мышцы. Они, понимаешь, ты в течение года пахал-пахал-пахал, у тебя своеобразно образовался своеобразный обмен веществ, микроклимат твой. Твое восстановление, грубо говоря. И достаточно дать какую-то физическую нагрузку тем же ходьбой, бегом, велосипедом, мышцам. Они будут реагировать так же, как будто ты даешь нагрузку в спортивном зале. То есть они так же будут восстанавливаться. Кстати, по поводу восстановления я там кое-что интересное сейчас прочитаю. Постоянство мышц. Хорошей новостью является то, что мышцы исчезают гораздо медленнее, чем строятся. Даже после перерыва в месяц и более, вы все еще будете сильнее, чем в самом начале занятий. Ну, это понятно. Правильно? Терминируешься четыре года, отдыхаешь в месяц. Ну да, это понятно. Не будем обсуждать это. Но существует разница между отдыхом длиной в месяц и более коротким перерывом. Чем выше ваш стаж тренировок, тем дольше вы сохраните мышцы во время перерыва. У тебя уже достаточно приличный стаж. Например, в одном из исследований тяжелоатлеты продемонстрировали относительно малое падение силы в приседаниях всего 10%. После полного прекращения тренировок на… Месяц. Да. Вот представь. Приседал стол, сотку, рабочий вес. Ну, будешь ты 90 приседать в первую неделю. И все это благодаря чему? Кем ты сейчас занимаешься? Ты строишь базу. Другое интересное наблюдение состоит в том, что вы сохраните больше мышц, если вы выполняли как концентрические, так и эксцентрические их сокращения. Перевожу. Эксцентрические – это активные, эксцентрические – это пассивные. То есть то, о чем я всегда говорю. Да? Тягу не бросили, а медленно отпустили. Так же касается и приседаний, и живу. То есть пассивные движения очень важны. Я понимаю, что зачем мне сейчас это делать? Сейчас еще впереди только зима, а у меня перерыв летом. Куда? Там еще полгода. Не буду я. Буду бросать. Что же касается размеров мышц. То исследования 12 тяжелоатлетов, которые не тренировались всего 2 недели, показали уменьшение поперечного сечения волокон типа 2. Это как раз то, что на силу направлено на 7% всего лишь. Интересно то, что уровни анаболических гормонов атлетов увеличились за время отдыха. Это же фарма, алло. И вот самое интересное. Гормон роста повысился на 60%, а тестостерон на 20%. Вот оно где проход. А всего-то надо во время отдыха чуть-чуть позаниматься. Потому что в этот период у тебя что? Сколько гормонов роста? 60. Вот. И тестостерон 20. Уровни катаболического гормона кортизола снизились на 22%. Кого? Ну... Перед кортизолом что было? Ну... Тут процесс описывается. Катаболизм. Катаболизм – это разрушение мышц. То есть вот этот гормон, он разрушает твои мышцы. И его концентрация понизивает на 20%. Обычно такой гормональный профиль способствует росту силы и мышцы, амболичной массы. Но отсутствие тренировок ведет к атрофии волокон, несмотря на высокий уровень амболических гормонов. Очевидный вывод – то, что я тебе сейчас рассказываю. Для того, чтобы заметно увеличить размеры и силу мыслей, все-таки надо тренироваться. Это имеется в виду тренироваться, находить возможность в период отдыха. Вот о том, о чем я тебе говорю. Увидел тренировок – подтянулся. Дома сидишь – отжался. Покачал пресс. Есть возможность спину покачать – покачал спину. В деревне. Взял ведро. Налил воды. Подделал наклоны. Встал на крыльцо. Подделал наклоны. Вот тебе спина. Казалось бы, поподнимал 5-10 кг. А мы что-то с гормоном роста поперли. Вот. В ходе того же самого исследования было показано, что максимальные результаты 12 атлетов в жиме лежа и приседаниях не изменились за время двухнедельного отдыха. Но было отмечено падение силы в эксцентрических экстензиях ног. То есть, в пассивном опускании. Ну, это не так важно. Штанги важны активно. Такой результат позволил авторам предположить, что эксцентрический момент силы быстрее всего падает за время перерыва. Результатом другого исследования стало 12% снижение показателей у атлетов в приседаниях и 12% в экстензиях ног после восьминедельного перерыва. То есть, если взять месячный перерыв, ну, получается перерыв в два месяца, а у тебя показатели в силе ног падают только на 12%. То есть, это незначительно. То есть, как я один раз от тебя услышал, у меня это немножко... Я думаю, нифига себе, неужели это его так цепляет, трогает. Когда ты сказал, вот перерыв, опять я все растеряю. То есть, в голове не надо этого прокручивать. Все будет нормально. Я специально не рассказываю своими словами, а специально читаю научными фактами и терминами, чтобы было понятно. что нужно всего лишь незначительные какие-то усилия. И так, за три недели, за месяц, ну, грубо говоря, особо ничего не случится сверхъестественным. В тяжелоатлетике главное что, техника? Поднимать палочку и швабу. Кстати, сейчас будет и об этом. По поводу техники. Исследователи также отметили снижение уровня нервной передачи. То, что в тяжелоатлетике. Что, как они полагают, стало последним падением мышечной силы и объемов. Понял? Вывод такой, что активация мышц упражнениями необходима для поддержания и улучшения нервно-мышечных механизмов, которые связаны с силой и размерами мышц. Короче говоря, наш организм, чувствуя недостаток мышечной стимуляции при отсутствии нагрузок, тормозит нейроактивирующие процессы, что вызывает атрофию мышц. То есть, видишь, здесь все взаимосвязано. Не, грубо говоря, не потренировался, нервно-мышечная регуляция у тебя тоже падает. Поделай ты вот эти всякие грубые для штангистов тупые упражнения. То, что можно сделать на спортивной площадке. И поделай ты с палочкой вот эти движения, рывок-толчок, приседания на груди, уходики какие-нибудь элементарные. И все. И ты максимально приложил усилия для поддержания формы без штанги. Одним из способов борьбы с растренированностью является включение эксцентрического компонента в каждое повторение упражнений с тяжелыми весами. Ну, это мы в тренировках делаем. Это способствует более мощному набору силы. Для сохранения формы необходимо выполнять серии растягивающих мышц упражнений. Еще один фактор. Растяжка. Все главные мышечные группы должны подвергаться растяжке. Хотя бы раз в несколько дней. Понял? То есть, берешь, запрограммировал себе. Если можешь числа считать через день. Если там дни недели у тебя на умеет. В понедельник всегда пятница. Заведись ее в течение этого месяца за правилом. В понедельник всегда пятница растяжка. Между ними хожу на спортивную площадку. Или занимаюсь там, налил. Сейчас полно продается. С мамой идете в супермаркет. Мам, давай купим баклажки вот эти 9-ти литровые. С ручками. Ну, они стоят там, ну, 40 рублей. Мы потратили 100 рублей. Зато воды здоровой попили. И потом, пожалуйста, тебе подспорье. Набрал две штучки. Вот тебе 20 кг. Что хочешь делать? Хочешь на бицепс поднимать? Хочешь одну штучку от груди поподнимал? Потолкал? Или хотя бы вот эти движения поделать? Вот тебе, пожалуйста. И нервно-мышечная регуляция. И нагрузка на мышцы. Ладно, давай закончим с растяжкой. Должны подвергаться растяжке хотя бы раз в несколько дней. Эту задачу, по себе, выполнить в любых условиях. При наличии возможности набегом посетить спортзал, попавший на глаза, можно совершать единовременные тренировки. Единственная цепь которых будет поддержание спортивной формы. Такой прием прекрасно позволяет сохранять результаты на своем пике длительное время. До нескольких месяцев. Понял, в чем смысл? То есть, если ты где-то в отъезде, и у тебя есть возможность сходить в зал, или там, я не знаю, вы живете там в станице в деревне, и ездите закупаться не в деревне, в магазине, а вот ездите в супермаркет в город, и в этом городе есть спортзал, скажи родителям, идите в супермаркет, это два часа минимум, ну полтора, отведите меня в спортзал. Вот, один раз в неделю, в две недели. Пожалуйста, здесь русским языком научные исследования. Ты будешь просто на пике. Это, конечно, утренировано, но поддержишь свою форму идеально. На своем пике длительное время, до нескольких месяцев. То есть, вообще, разговор о нескольких неделях в сравнении не идет. После чего вернуться к динамическому тренингу будет проще. В заключении скажем, что немаловажным фактором в вопросах сохранения мышечной ткани во время отстранения тренировок является натуральный тренинг. Мышцы, наработанные собственным трудом за долгие продуктивные годы, могут сохраняться очень долго и не терять свои объемы. Вот, сравнение натуральный тренинг и фарма. То есть, занимаясь натурально, чем вы сейчас занимаетесь, это еще один плюс к тому, что вы еще лучше сохраните свою форму. Ну вот, на этом все.